Я хочу рассказать о Эдуарде Вирольте. Эстонском художнике графики межвоенного 20-летия, который уже давно стал классиком эстонской истории искусства. Но для русской аудитории, мне кажется, все-таки важно было бы сейчас к нему обратиться в контексте нашей конференции, потому что в нашу отечественную оборот научный он совершенно не введен, во всяком случае он не оценен по заслугам, а художник замечательный. И хотелось бы также показать некую изоглосу стилистическую и мотивную, которая ранит Эдуарда Вирольта совершенно отдаленными регионами, такими как Хорватия, Южные славяне и Россия 20-х годов. Советский экспрессионизм тоже. Потому что это проливает свет на ту, так сказать, метафизическую функцию искусства, которая состоит в неком предвидении, предсказании будущего. Может быть, даже иногда выступает его триггером. Эдуард Вирольт родился не в Эстонии, и большую часть жизни прожил тоже не в Эстонии. Но редко можно найти художника до такой степени до мозга костей, проникнутого именно эстонской традицией, отражающего именно эстонский, так сказать, такой менталитет. Он родился в 98-м году под Петербургом в эстонской семье. Когда ему было 18 лет, семья переехала в Эстонию. Образование Вирольт получил именно в Эстонии. Сначала в Ревеле, в Ревельской художественной школе, а затем в Тарту, в высшем художественном училище Палас. В 22-м году он его заканчивает и получает стипендию в Дрезден. Но в Дрездене он долго не останавливается, а приезжает сразу в Париж. И вот в Париже он живет, остается на долгие 13 лет. С Парижем и с Европой связано все его творчество. В 1939 году Вирольт возвращается в Эстонию. В годы оккупации советской, в годы Второй мировой войны он живет в Таллине и под Виленди. Но уже в 1944 году переезжает в Австрию, сначала ненадолго в Вену, а потом уезжает в Париж, где и живет вплоть до своей кончины в 1954 году. На момент смерти мастеру было всего 56 лет. Когда Вирольт учился в Тарту, он получал образование скульптора. Но в Париже он уверенно обретает себя в качестве рисовальщика и, главным образом, графика. Он работает в самых разных техниках, псилографии, афорты, лимон, гравюры и рисунком занимается. И вот именно в Париже он сближается с кругом экспрессионистов. Успех приходит не сразу, но зато уверен. И он уже с конца 20-х годов начинает выставляться на крупнейших французских международных выставках. Участвует во всех выставках, которые проводятся в межвоенный период в Эстонии. И в Париже складывается и круг его тем, его стилистика, поэтика в целом. И здесь, именно в Париже, его творчество достигает кульминации. Но для того, чтобы понять, как он пришел к такой кульминации, нужно вкратце охарактеризовать его творческую всю эволюцию. Вот первые его работы вполне реалистические. И в юности, в конце 10-х годов, он проходит через этап увлечения сэссией. Здесь мы видим все стилистические признаки модерна и удлиненные фигуры, как бы плавающие в пространстве, богатая архивентика, плоскостность и характерная тематика, которая восходит и в графике Берстлея, отчасти Климта и так далее. Но уже в недрах увлечения сэссией постепенно зреет и другая тенденция. Она тематически обозначена возрастанием интереса к крайним состояниям человеческой телесности, человеческой судьбы и так далее, к образу стариков и старух. Маленького человека в большом городе, старуха 17-го года очень выразить, маргинальным личностям, социальным маргиналиям, нищим, безработным, арестантам и так далее. И стилистически последовательно нарастает гротеск, обострение формы. На первый план выходит штрих, вот штрихованность такая, напряженный штрих. Вот это особое напряжение достигается в гравюре «Старик и ребенок», и особенно в гравюре «Скульптор», где параллельно эти полукружия, они разлиты по всему листу, насыщают такой пружинистой энергией, фугированностью создают формы, и иконически, то есть аллюзивно отсылают к визуальным схемам работы механизмов каких-то. Физическая сила, как механизм передается в преодолении скульптом материала. В своей кульминации поэтика Вильмарта, Виральта, простите, достигает резким скачком. Этот скачок приходится на конец 20-х, начало 30-х годов. От темы таких нейтральных, довольно социальных, маргинальных низов мастер переходит к персонажам уже городского дна, к радикальной негативной топике, наступает ноль. «Ночной гость». Вот много очень темы игры в кости, в карты, то есть нарастает такая инфернальная тематика. Картежники, они, так сказать, пародируют христианскую иконографию Троицы, и тем самым усиливается инфернальная антихристовая тематика. Это деформированные, искаженные, намеренно демонстративные тела этих персонажей Гарема, больше напоминающих проституток, с подчеркнутой линеарностью и телесной девиацией, начинают доминировать. Одна из самых его известных композиций называется «Кабаре». Здесь мы видим такое карнавальное веселье с обильным винопитием и блудом, который переходит в дьявольский шабаш. Шабаш – его участники уподоблены персонажем уже напрямую потустороннего инфернального мира. Эта картина называется «Похоть» и, так сказать, отдаленно отсылает к ветхозаветному мотиву Сусанны и Старцев. Мы видим, что фантастичность и дьяволизм персонажей здесь достигает уже высокой степени напряженности. Не случайно именно в это время, ну, для того, чтобы и подработать, но и выбор его тоже в какой-то степени, его личный, этого художника, он обращается к иллюстрациям. Он иллюстрирует Гаврилиаду Пушкина и Декамерон Бокаччо. А вот это самая известная его композиция, которая называется «Ад», и она уже представляет большое количество гигиантных телесных отклонений. Здесь экспрессия наделяется уже чертами сюрреалистической метафорики. Здесь есть многогрудые обнажённые женщины, которые соседствуют с фантастическими многоствольными орудиями. Композиция безвоздушная, она плотно заселена фигурами, механическими деталями, усеянными шестерёнками и так далее. Пушечные дула торчат изо ртов, как тропоморфных пейзажей, нос перерастает в эти дула, они превращаются в орудие, руки превращаются в орудие, выстрелы, эти потоки устремлены во всех сторонах, конечности прорастают какими-то фантастическими корнями, из мазкообразных человеческих голов брызжут фонтанами кровь или венолея, непонятно. Части тел и лиц превращаются в растения, это я уже сказала. Характерна контоминация телесных форм. Изо рта вырастает нога, это другая уже композиция, вот тут изо рта вырастает нога в виде языка, а лица наделены частями тела, из них вырастают человеческие груди и конечности. Не только изображения, но и названия произведений оставляют сомнения в том, что перед зрителем гротескное изображение мира, мира насилия и порока. Это ад, канкан и похоть. То есть это мир перевернутых ценностей и время действия здесь ночь. Во мраке брал бал, правят пьющие, тут же извергающие это выпитое, пляшущие в эротическом экстазе, и над ними порхают антиангелы в виде черепов с крылышком. Это мы увидели в одной из предыдущих композиций. Здесь не только христианская троица трансформирована в троицу картежников в выпивок, которую я уже показала, но и сюжет Сюсанны и Старцев превратился в противостояние довольно-таки отталкивающей внешности старухи на отиску этих гигантских демонов в виде стариковских голов. И даже эта композиция называется «Мон Пари», и даже Париж, так сказать, идиллический, романтический, превращается в такое кранавализированное действие. Мне ничего не известно о конфессиональных предпочтениях Виллерта, но эволюция мотивов ясно указывает на значимость для мастера евангельского предания, даже в таком превращенном виде, а в интересе к теме свидетельствует иллюстрации к религиозным чтениям. Вот это такая композиция, ветхозаветные темы и знания Зраиля, вот это Сюсанна и Старца, о которой я уже говорила, и вот это экспрессионистически трактованное «Последняя вечеря». Мир антихриста, заявивший о себе столь ярко в конце 20-х годов, типологически близок к немецкой новой вещественности, в частности некоторым композициям эстонского мастера, напрямую отсылает к произведениям. Сейчас скажу, кого только хотел показать вам вот этого милого верблюда. Мастер совершает в начале 30-х годов поездку в Марокко, и оттуда он привозит вот такие портреты животных, которые тоже на грани экспрессионизма с сюрреализмом. Стилистически та же самая тенденция присутствует. Это волосатая линия, сплошная заштрихованность и иронический такой, иронический инфернальный модус. Так вот, я хочу сказать, что его композиции тематически и стилистически отсылают, конечно, к произведениям немецкого экспрессионизма. Собственно говоря, экспрессионизм во Франции был не очень сильно развит, а вот с немецким и экспрессионизмом его многое роднит. Вот, например, слева эта композиция Веральта, а справа композиция Гросса, предшествующая ему почти на целое десятилетие. Мы видим те же самые окна самоубийц, проституток, торчащих из них таких инфернальных персонажей. Это тоже Гросс, показывая в плане сходства тематики. Слева картежники, справа проститутки и всякий разгул. И даже уподобление человеческого тела, слева проститутка, справа какой-то странный механизм, уподобление тела механизму тоже роднит Веральта с немецким экспрессионизмом, в частности с Гроссом. Не только с Гроссом, но и с Отто Диксом. От Отто Дикса и эта карнавальная тематика, кабары, переходящие в шабаш, с инфернальными персонажами, тоже здесь имеет место. Но удивительным образом словарь мотивов Веральта совпадает с самыми отдаленными уголками Европы в это время, ну, в частности, с хорватским экспрессионизмом. Здесь и старики, и это Игнят Йог, такой художник хорватских 20-х годов, и карнавальный разгул, дальше кабары, и соответствующие модальности соответствуют Веральту. И вот художник Вилько Гетцан создал серию психбольницы, которые на мотивном уровне, так сказать, оправдывают вот это обращение к отклонению психическому и телесному с переходом в нечто инфернальное. Это и божья композиция тоже психбольница. Но еще более удивительно то, что и советское искусство в конце 20-х, начало 30-х годов демонстрирует вот эту вот грань между экспрессионизмом и сюрреализмом. Ты шлир, директор погоды, и особенно вот это наводнение с телесной девиацией, с репрезентацией экстаза. Ну, это я так для веселья уже привела. Ты тоже девиация. Это Бухарин любил рисовать карикатуры разные, в частности, вот на Зинове в 1926 году. И здесь выступает параллель такая тоже с темой у советского экспрессионизма. выступает явное, так сказать, обращение к традиции европейского экспрессионизма. Сходство персонажей, например, слева и справа мы выйдем с Энсером, предшественником европейского экспрессионизма. Маскообразные лица, искаженные гримасы, общая такая модальность страха, ужаса, экстаза. И экстатическое такое добро во зле, часто обращенное или к наиболее трагическим страницам евангельского предания, несение креста, извиение креста, страсти крестово, что тоже роднит вот эту поэтику порока Вирольда, проникнут крестологическими мотивами. Стилистически тоже рваные, разорванные фигуры с повышенной такой экспрессивностью роднят советский экспрессионизм сфераль. Уподавление теломеханизмом, телесной девиацией. Все это заставляет думать о том, как вообще проходит эта тематическая изоглосса поэтики порока телесной девиации в конце 20-х годов, в начале 30-х годов и заставляет задуматься о том, как действительно удивительным образом искусство предсказывает или предчувствует будущие катастрофы в социальном плане наступления нацизма, войну, тоталитаризм и так далее, и так далее, и так далее. Как я уже сказала, в сентябре 1939 года художник возвращается в Эстонию, и вот это его пейзаж в Бильянде 1943 года, который показывает совершенно другую уже манеру, в которой ясно слышны так сказать фасоистические и такие фольклорно-пантеистические нотки явной аллегории мирового дерева. Но вскоре он переезжает в Париж, эмигрирует практически из Советской Эстонии, и здесь возникает самый трагический такой период его творчества, эта композиция «Одиночество». И особенно хочу обратить ваше внимание на эту композицию депортированной 1950 года. Здесь мы видим сохранение все тех же возвращения, вернее сказать, после идиллического мирового дерева в Бильянде возвращения к стилистике экспрессионизма конца 1920-х годов с безвоздушным очень плотно населенным пространством композиции, с рваной такой лохматой линией и самой по себе очень печальной топикой. Здесь искусство уже не предсказывает, а констатирует факт трагической реальности. И в этом смысле опять возникает перекличка с утраченной советским экспрессионизмом, утраченная композиция Голополосова. Картина сохранилась только в этой фотографии. Человек бьется головой об стену. Виральд снискал популярность и известность в Эстонии, отразил самые трагические предчувствия социальной эстонской истории, европейской в частности. И вот трагическую реальность конца 50-х годов. Это нашло отражение и в 70-е, 80-е годы в эстонском кинематографе. Марк Сосар создал фильм о творчестве Виральда сквозь призму взгляда его женских моделей, называется «Земные страсти» в 77-м году, а Рейн Рамот режиссер мультфильма «Ад» 83-го года, этот мультфильм без слов он весь основан на анимации гравюр Виральда конца 30-х годов, в частности Кабаре и Ада на границе экспрессионизма и сюрреализма. Производит очень большое впечатление. Всем, кто не видел, рекомендую посмотреть, висит в Ютубе. Спасибо, на этом я закончу. Если позволите, скажите, а в России насколько продуктивно изучается его творчество, периоды его творческого наполнения, есть ли какая-то монография на русском языке о художнике? Совершенно не изучается, никакой монографии до сих пор нет, и это само по себе непонятно, потому что до какого-то, до поры до времени не было доступа к его работам, насколько мне известно сейчас, в Тальне у национальной библиотеки открыта большая его галерея, и там можно ознакомиться с этими работами, но он незаслуженно как-то не учтен в этом научном сообществе отечественных, отечественного изучения европейского экспрессионизма. мне кажется, самое время вот эту белую страницу каким-то образом закрывать. в Тальне во-вторых, в Тальне хорошее в Тальне и хорошее в Тальне Продолжение следует...